Всем привет, друзья! Вы на канале Все про собак. С вами, как всегда, ваш прекрасный, замечательный ведущий Артем Ян. И сегодня мы снимаем про немецкую овчарку. Сегодня мы снимаем совместно с Дмитрием и его питомец Скиф. Присаживайтесь поудобнее, досматривайте этот ролик до конца, потому что сегодня мы расскажем все, что знаем об этой породе. Приятного просмотра! Дмитрий, расскажите, как вообще этот питомец у вас появился? Ну, вообще, до него у нас была уже овчарка-девочка. После ее смерти 10 лет собак не было. И к нам зашел наш товарищ, который тоже немцы со своей собакой. И как только дома опять появилась овчарка, решили себе опять завести щенка. Щенка нашли в питомнике «Зависть богов». В Краснодаре. Ну, через две недели его привезли двухмесячного. Вот с двух месяцев он у нас и живет. Сейчас он полтора года. А почему именно эта порода? С детства немцы всегда нравились. Поэтому, как правило, у нас все собаки – это немцы. Все собаки хорошо здесь. У всех есть свои достоинства, недостатки. Но нам нравится немецкая овчарка. Понял. Забирали в питомнике, то есть он... Нет, привезли его. Привезли? Привезли, да. Есть специальная перевозка. Оттуда, с Краснодара, его привезли. Это сколько это стоит, такая услуга? Четыре тысячи. Четыре тысячи. А сам он, получается, сколько стоил? Сам он стоил 35 тысяч. Ну, плюс четыре. Тридцать девять. Понял. Хорошо. Расскажите особенности содержания вообще вот этой породы. Да, в принципе, таких особенностей нету. Заниматься с ним надо постоянно, как с любой служебной собакой. У нас приезжает кинолог, с которым мы постоянно занимаемся. Он нам дает задание, которое мы в течение недели выполняем. Через неделю он опять приезжает. Мы показываем. Плюс защита, караульную службу проходит, чтобы защищал жену и дочку. Да, я видел видео. Он прям бросается, понимает, когда это нужно делать. Это у них, наверное, не в генетике, да? Это нужно именно с анимацией. Ну, генетики у них тоже это есть. Но, естественно, без занятия любая собака ничего никогда не сделает. Начиная от маленькой и кончая самой большой. Дмитрий, давайте поговорим про характер немецких овчарок. Что можете рассказать? Ну, как говорят у немецкой овчарки, мозг пятилетнего ребенка. Не знаю, правда это или нет, не проверял. Вообще все немцы умные, немножко хитрые. Очень любят заниматься. Он прям заставляет иногда, берет свои игрушки, приносит. Давай, играй со мной, занимается кусачку. Дмитрий, правильно понимаешь, что ему требуется постоянно внимания? Вот даже сейчас я смотрю, что он постоянно что-то просит. Это из-за того, что он еще щенок? Ну, он уже не щенок, он уже взрослая собака. Как бы щенки у нас считаются до полутора лет. Точнее, не щенки, а уже сначала щенки, потом юниоры. Он у нас, кстати, сейчас являясь юным чемпионом России. Делал несколько выставок. Ну, а внимание, конечно, как любая собака требует внимания, но этот требует внимания чуть больше. Но что могу сказать про него? Он вообще у нас молодец. Когда его привезли два месяца, ему было. Месяц он у нас жил на карантине. Ну, как бы, да, гадил дома, потому что его уливать было нельзя. Когда его исполнилось три месяца, стали его водить на улицу, с тех пор дома он не делал никогда ничего. Даже если бывает что-то с собакой плохо с животом, он поднимает ночью, может подойти, поднять лапой. Начать будить. Начать будить, поднимет, с ним выходишь, он сидел. И дома это табу. Дмитрий, расскажите про особенности этой породы по отношению к другим людям, детям, животным. Ну, к людям эта общарка вообще относится очень хорошо. Никого и никогда без причины собака, да и любая собака, в принципе, никого не обидит. К детям отношения, ну, самые добрые, самые хорошие. У меня у дочки 12 лет, он ей души не чает, она с ним делает, что хочет. Да и к другим детям, когда идешь по улице, некоторые дети сами подходят гладить, некоторые боятся, но родители просят, можно погладить, конечно, гладить. Он стоит, он может только облезать. То есть его можно там трепать, толкать. Да все, что угодно, если можно делать, он будет абсолютно адекватно себя вести. Понял. Расскажите какую-нибудь прикольную, забавную, смешную историю, связанную со скифом. Ну, самое так забавное, когда только его привезли, как я уже говорил, взяли мы его из-за соседа, и он пришел со своей собакой. Со своей собакой пришел. И этот маленький комок, два месяца, тот, тоже немецкая овчарка, он заходит в квартиру, выскакивает скиф, тут же начинает лавить, и большой в виде его ретировался за пределы квартиры. Здесь он прям плавно назад. Плавно-плавно назад, да. Классно. Дмитрий, у нас есть традиция дарить всем нашим гостям подарок, поэтому я принес скифу такой вот замечательный подарок. Приятного аппетита. Ну, а я хочу вас поблагодарить. Сегодня вы рассказали все, что знаем вообще про немецкую овчарку. Надеюсь, сейчас у зрителей не осталось вопросов, они захотят себе завести такого замечательного питомца. Друзья, спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на этот канал, проявлять активность, подписываться на все соцсети, которые вы найдете внизу. Ну, а с вами был, как всегда, ваш замечательный, прекрасный ведущий Артем Ян, Дмитрий, Скиф. До новых встреч. Увидимся совсем скоро. Пока.